До чего же здорово смотреть, как по городу идёт трамвай. Особенно, когда наступают сумерки. В вагонах зажигается свет, они становятся прозрачными. Со стороны кажется, пассажирам так хорошо ехать, что и выходить не хочется. Трамвай словно уютный дом на рельсах. Трамвай любят художники и поэты, журналисты и кинорежиссёры. Но больше всех он нравится детям. Ведь трамвай никуда не торопится. Значит, сидя у окна, можно спокойно рассматривать, как мимо плывут дома, идут по своим делам прохожие. А если закрыть глаза, то под стук колёс легко представить себе, что едешь далеко-далеко на поезде. Не просто же так трамвай считается видом хоть и городского, но железнодорожного транспорта. Конно-железная городская дорога – это прабабушка современного трамвая. Самую первую конку построили в американском городе Балтиморе в 1828 году. На улицах проложили рельсы, поставили на них вагон, запрягли в него лошадь. На крышу вагона усадили кучера и начали перевозить пассажиров. Никто и оглянуться не успел, как конный трамвай прижился в городах всего мира. Все в конке было хорошо, вот только лошади оставляли на городских улицах много грязи. Рук не хватало, чтобы её убирать. Изобретатели задумались, какая ещё сила, кроме лошадиной, может тянуть трамвай по рельсам. И вскоре конку сменил паровой трамвай. По рельсам его вёз паровозик с трубой на крыше. Но для работы ему требовалось много воды, а это очень неудобно – возить с собой огромные запасы. К тому же труба сильно коптила, пачкала пассажиров и отравляла воздух. Тогда во Франции появились пневматические трамваи. Их в шутку называли надувными, потому что двигатели заправлялись сжатым воздухом. Эти трамваи не загрязняли окружающую среду, но всё равно оказались неудобными. Для получения сжатого воздуха прямо на улицах среди жилых домов нужно было строить множество компрессорных станций, и власти отказались от пневматического транспорта. Однажды русский инженер-артиллерист Фёдор Пероцкий, гуляя по Киеву, заметил, что на дорогах яблоку негде упасть. Телеги и кареты, запряжённые лошадьми, текли по улице беспрерывным потоком, но транспорта всё равно не хватало, а мостовые тонули в грязи. «Скоро в городах будет невозможно жить, спасение в электрической тяге», подумал инженер и приступил к созданию невиданного трамвая. Под Петербургом Фёдор Аполлонович провёл несколько экспериментов и заставил электрический ток бежать по рельсам целый километр. И вот 22 августа 1880 года в Рождественском коночном парке Петербурга стали собираться толпы народа. Они смотрели на обычный вагон конки и совсем не верили, что он станет первым электрическим трамваем в стране. Людям объясняли, «Вагон непростой, под ним находится двигатель, а ток в него поступит по рельсам от небольшой электростанции. Видите, вон она стоит неподалёку». Зрители в ответ недоверчиво качали головами. Но вот Пиротский вошёл в трамвай и случилось то, о чём после восторженно писали газеты. «В первый раз в России двинут вагон электрической силою, идущий по рельсам». Петербуржцы не верили глазам. Конка, а едет без коней. Но ждать, пока трамвай зазвенит на улицах, Петербургу пришлось целых 27 лет. Хорошему делу помешала обыкновенная жадность. Владельцы конки незадолго до этого заключили договор с городскими властями. По этому соглашению 50 лет никакой другой общественный транспорт на улице столицы не допускался. Хозяева конки, конечно, могли бы переоборудовать рельсы для электрического трамвая, но никто не хотел раскошеливаться. Да и извозчики делали всё, чтобы уничтожить нового конкурента. «Трамвай будет пугать лошадей, лошади понесутся и передавят народ», нагнетали обстановку владельцы конных экипажей пролеток. В результате петербуржцы поверили, что трамвай опасен для жизни, и блестящий проект Пероцкого тихо прикрыли. Какой же город стал первым обладателем трамвайной линии? Это был Киев, в то время входивший в состав Российской империи. В Киеве сначала тоже запустили конку, только пользоваться ею почти не удавалось из-за высоких холмов. Случалось, например, что ни одна, ни две, а целых шесть лошадей пытались преодолеть крутой Владимирский спуск, но только зря тратили силы. И власти Киева решились. Летом 1892 года по городу начали ходить два трамвайных вагона. Киевляне удивлялись электрическому чуду. Первое время они без всякого дела просто катались на трамвае, словно на аттракционе в парке. Чтобы получить такое удовольствие, люди даже специально приезжали из других городов, а потом возвращались домой и рассказывали знакомым, какое это удобное изобретение – трамвай. Когда власти Нижнего Новгорода поняли, каким сокровищем обзавелся Киев, и они не захотели отставать. Уже начав сооружать рельсы для конки, прямо по ходу строительства проект изменили и стали укладывать трамвайные рельсы. Повод для этого был значительный. В 1896 году в Нижнем намечалась Всероссийская художественная и торгово-промышленная выставка. Ожидалось много гостей. Конечно, хотелось поразить их чем-нибудь необыкновенным. Тогда-то власти и решили пустить по городу не конку с привычными глазу лошадками, а удивительный трамвай. Всего за год построили три линии, причем одну из них прямо на территории выставки. Трамвай набирал ход по стране. Появился он в Казани, Курске, Орле, Твери и, конечно же, в Москве. Белокаменной пришлось выдержать небольшие бои, прежде чем москвичи услышали трамвайный звон. Здесь, как и в Петербурге, новому транспорту мешали владельцы конки. Но Москва росла, людей в ней становилось все больше, поток пассажиров увеличивался, конка с ним уже не справлялась. И в один прекрасный день ее хозяева сдались. Они сами предложили пустить трамвай по своим маршрутам. Так, весной 1899 года он вышел на линию от Бутырской заставы до Петровского парка. А как обстояли дела в столице Российской империи? Не мог же в самом деле Петербург остаться без трамвая? А вот и мог. Ведь существовал договор, который заключили владельцы конки с властями. По нему целых полвека трамвай не имел права появляться в городе, и было невозможно этот договор обойти. Но один хитрый вариант все же нашелся. В документе речь шла только об улицах, а о том, что зимой вместо дорог можно использовать реки, хозяева конки даже не подумали. Зато сторонники трамвайного движения сообразили. Замерзшая Нева, вот выход из положения. Прямо в лед вмонтировали рельсы, врезали столбы для контактной сети. И в 1895 году в Петербурге появился первый электрический трамвай. Как известно, зимы в Петербурге долгие, и поэтому ледовый трамвай стал для конки сильным соперником. Он возил пассажиров на Васильевский остров, на Петроградскую и Выборгскую стороны. Ледовый трамвай принес Петербургу такие доходы, что власти наконец поняли – время конки прошло. И сами обратились в суд, чтобы заставить ее владельцев не стоять на пути прогресса. Шестилетний процесс закончился победой городской думы. В начале 20 века трамвай был главным видом городского транспорта. Но уже к середине столетия в Америке и многих странах Европы он почти исчез. Люди пересаживались на более современные автобусы и троллейбусы, покупали машины. Трамвай называли отсталым. Говорили, что он мешает ездить другому транспорту и слишком дорого стоит, ведь для него нужно прокладывать рельсы. Трамвайные компании закрывались, а вагоны отправляли на слум. Автомобили и автобусы победили. Только не заслужил трамвай такого отношения. Он всегда честно делал свою нелегкую работу, помогая людям. Конечно, автобусы, троллейбусы, автомобили – хорошая и удобная техника. Но города стали задыхаться от выхлопных газов, от пробок. Что же делать? Может строить большие станции метро? Но подземка – очень дорогое удовольствие. И ответ пришел сам собой. Нужно возвращать трамвай. Во-первых, это экологически чистый транспорт. Во-вторых, он не создает пробок. Это было второе рождение трамвая. Его не только вернули в те города, откуда раньше изгнали, но пустили даже там, где он никогда не ходил. Со дня пуска первого трамвая прошло уже более ста лет, но покидать города он не собирается. Пусть ездят по улицам автомобили и автобусы, пусть работает удобное метро, трамваю всегда найдется место. Хорошо, что он не заблудился во времени, хорошо, что вернулся всерьез и надолго. Идут по городам всего мира трамваи, зеркалом дорога. Так говорили в старину, когда желали чистого, светлого и счастливого пути. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok